Продолжение следует... Не случайно, ведь из череды таких событий и складывается наша судьба. Есть выдающиеся мастера, наши кумиры, на работах которых воспитывалось не одно поколение. Их личность вызывает безмерное уважение, а их опыт повлиял на нашу с вами жизнь. Есть молодые, начинающие, но уже очень смело себя зарекомендовавшие. И им только предстоит пройти этот длинный, интересный, но очень трудный путь, как в профессии, так и в жизни. Нам захотелось соединить эти два поколения, старшее и молодое, и услышать их диалог. Вы, начинающие, дерзкие, наглые, вы будете спрашивать людей, за плечами у которых большая, огромная жизнь. Причем эта жизнь вообще в другой стране, практически к вашей не имеющей отношения. Своими правилами, законами о добрее, злее. Как вы думаете, в чем феномен этих людей, что вам интересно? Вы будете с ними встречаться. Мне интересен человек. Вам это интересно? Где потерялся человек за этим клише? Клише, может быть, к нему, к этому артисту не имеет никакого отношения. Я сейчас говорю, это со стороны. Со стороны. Со стороны. Мне интересен человек. Субтитры создавал DimaTorzok Юрий Михайлович, спасибо вам большое за то, что вы согласились на этот диалог. В свое время я не смог поступить в Щепкинское училище. Да что вы? Да. Когда же это было? Не вспомню. Подошел, спросил, в чем моя проблема? Почему на второй тур меня не пропускают? И он так посмотрел на меня и сказал, Никита, да, Никита, ну вот у вас такой рост. Как вас будет видно из зрительного зала? Кого вы будете играть? А вот это? Одрадок. Да. Я одрадок. А, одрадок. Да-да-да. В рассказе «Забота главы семейства» Кавки его описывает как плоскую звездообразную шпульку для пряжи. Звезда. Звездообразную. Звезда. Звездообразная. Улька для пряжи. Он написал меня в 1917 году, а сейчас год 1930. Звезда. Кто скачет, кто учится под хладной углой? И сдох за осталый с ним сын молодой. Козу есть, издрогнув, federal翅ков римб. А вяз его держит и греет спит. Мы все разговариваем. Значит, нужны и такие, и такие. Мы изучали как театр классический, так и театр современный. И в какой-то момент я понял, что театр может быть либо своевременным в диалоге с человеком, либо несвоевременным. Потому что, к примеру, в наше время молодой человек, услышав слово «бричка», может его просто не понять. И это не значит, что он плох или нет. Это то же самое, что через 200 лет, когда человек скажет «машина» или «автомобиль», на него косо посмотрят, потому что мы вообще-то уже дружище летаем, на название будет другое. Будут ли они называть это «брички» или «автомобиль», или будут говорить они «начать» или там это. Это просто безграмотность. Пожалуйста, назови мне любую пиесу Островского. «Поздняя любовь» или «лес» или там что. А можем ли мы делать «лес», к примеру, в наше время? То есть инсценировка, чтобы были люди одеты в одежду не того времени, времени написания, а вот в сегодняшнем… Вопрос. А для чего? А ты что, профил, да? Заработаем! Я сам всё заработал. Я всё выяснил про эту Москву. Главный шик – лимузин. Снимем лимузин, в лимузине будем по городу ездить. Прямо с первой же получки будешь обмылок самое крутое. Бухло бухать. Я не пью. Да, не пьёшь, но немного виски ты накапишь. Ага. Да не кабинься ты. Чё ты на меня как мышь, на эту самую? А ты хоббит. Ты маленький. Я тебе при столе куплю газовый «Магна» или «Беретта». Двенадцати. Двенадцати. Твою мать не выговорит. Двенадцати зарядные. Не важно, во что я буду одет. Я говорю о любви. Вечной любви. И любовь не имеет какой-то определённого века или одежды. Это же смысл. Имеет. Это же суть. Я ловлю. Имеет. Имеет. Тонкое дело. Мы люди. Да? Ну тогда давайте отменим всю литературу. Нафига её сейчас печатать? Но как? Невозможно. Возможно указом каким-нибудь сжечь. Давайте. Зачем? Нет. Конечно, можно сказать, да играйте как хотите. Нет, невозможно. Хоть без штанов, хоть в трусах. Не про это. Тогда спрашивают, чего такой вопрос? Сразу становится, надо или не надо. Если есть возможность, надо. Ну почему? Представьте, три мушкетёра будут скакать на этой лошади. И шляпы у них не будут, а будут у них эти каскетки. Кепки. Кепки, да. И вообще, ну и что? Зритель это не поймёт. Почему? Он как раз поймёт, потому что он находится в это время? Нет, потому что… Потому что… А он поймёт… Разве зритель поймёт перо? Он же не живёт в это время. Он поймёт кепку. Это история. И историю никто никогда не отменит. Поэтому отменили уже её одно время. Сейчас опять возвращаемся к старым учебникам. Вы пользуетесь сейчас самоваром? Нет. Вы на бричке? Нет. Я на даче пользуюсь. Самоваром? Да. А на бричке? Вы перемещаетесь на бричке? На бричке? А я бы с удовольствием, чем на машине-то. Ты… Вот я, допустим, не понимаю чёрный квадрат. Ты понимаешь, Малевича? Вы знаете, мне кажется, что я могу его принять. Я могу в какой-то момент его понять. Согласен. Но я принимаю его. Ну вот я и один. Что же я за дрянь? Ничтожный раб. Не стыдно ли, что актёр силой одного только своего воображения может заставить подчиниться душу замыслу роли? Слёзы на глазах. Изменившиеся черты лица. Чувствов в каждом жесте. Всё это ради чего? Олег Валерьянович, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. Как вы видите молодое поколение? Например, я перед вами вот сижу. Как вы меня считываете? Я вам должен сказать так. Что меня радует? Меня очень радует та атмосфера отсутствия страха, сосанного с молоком матери в души новых молодых артистов. Этот страх мы тоже не испытывали. Но мы понимали на генетическом уровне, что, например, на собрании, если общее собрание какое-то, кого-то там критикуют или выносят какое-то решение, то надо голосовать так, как все. И с радостью голосовали, как все. То есть нами диктовал какой-то вот такой страх запрета, страх показаться вне того сообщества, в котором ты находишься. Поэтому лучше быть в стае. С другой стороны, эта свобода, она должна быть чем-то внутренней, на мой взгляд, ограничена быть. Что ты хочешь изменить в мире, если ты говоришь, кушать подано хотя бы? Свобода, она дает возможность быть безнаказанным. А это наказание должно присутствовать в душе каждого из нас, каждого артиста. Он должен чувствовать свою ответственность перед теми зрителями и перед будущими поколениями, выходя на сцену даже в маленькой роли. Мам, я тебе сказал, пожалуйста, все, успокойся. Я тебе сказал, дома, останься, я приду, мы поговорим. Нет, ты никуда не пойдешь! Не трогай ее! Не трогай, не трогай, ты поняла? Проваливай ты! Когда-то в детстве, в пятилетнем возрасте, может, мне было шесть, это было перед войной Великой Отечественной, я видел «Синюю птицу» в художественном театре. Я до сих пор помню, как один из героев спрашивает в царстве воспоминаний, куда они попали, бабушку, дедушку и своих младших братьев и сестер, которые умерли, их давно уже нет на белом свете. А они с ними разговаривали долго. И он спрашивает, бабушка, дедушка, а вы живы или нет? Как мы с вами тут разговариваем? И они ему отвечали, если вы о нас помните, то мы живы. До сих пор я это помню. Это сделал Константин Сергеевич Таниславский. Значит, не один я ведь это помню, правда? А сотни, тысячи ребят, которые смотрели этот спектакль того времени. Значит, что-то в наши души они заложили. Мы могли предать эти чувства или, наоборот, жить ими, но они сделали это. Вот во имя этого, мне кажется, и должен жить любой деятель театра в данном случае. Любой. Я заранее у вас попрошу прощения, потому что я не интервьюер. И я, честно говоря, волнуюсь и переживаю. И если я буду косноязычить или говорить глупости, вы, пожалуйста, не обращайтесь на это внимания. Да, вы думаете, я такой знаток языка. Красноречиво говорите. Иногда думаешь, вообще не думайте как, и я не буду думать. Хорошо, вот кроме меня самого, то, чем я занимаюсь, на самом деле еще это кому-нибудь нужно? Вот как вы считаете, вот нужно ли ваше мастерство кому-то еще? Про себя говорить, что я кому-то нужен, это последнее дело. Искусство не может изменить, но помочь сообразить, что происходит. Искусство нужно, я могу так сказать, особенно театральное. Театральное, потому что оно живое, оно во времени находится. Потому что кино хорошее, сегодня смотришь и говоришь, черт возьми, вспоминаешь, как надо было так сделать, а не так. Но я... А театр меняется. Меняешься ты, меняется игра. Мира. Рабство. Рабство закон природы, старый как человечество. И исчезнет не раньше, чем оно. Взгляните на рабов. Вашу собственность. Всю свою жизнь они были животными. Так неужели они станут людьми только потому, что что-то где-то об этом написали на бумаге? У рабства множество ликов. Его последнего лица мы еще не видели. И, быть может, то, что мы с вами считали зарей свободы, было лишь мазкой еще более ужасного рабства. То, что ты не изменишь сегодня, убьет тебя завтра. Твоя смерть зовется свободой. Твоя смерть зовется братством. Моя смерть зовется равенством. У нас все время стоит острый вопрос про компромиссы в профессии. Ужасное слово профессия, все, я от него отказываюсь, прошу прощения. Вы знаете, у меня не было таких случаев. Не потому, что я такой, а потому, что жизнь такая. Я прочитаю одно стихотворение мое. Оно сидит во мне, чтобы я не играл. Скомпрометировано имя волка. Съел внучку с бабушкой. Таков его удел. А выстрелил и псы ему вдогонку. За то, что зайца съесть еще хотел. Детей пугает им еще с пеленок. За что? За то, что горд. За то, что смел. Чтобы в будущем какой-нибудь подонок от страха застрелить его посмел. Волк – оппозиция. Он зверь, а не собака. Но право у людей отстреливать волков. Но право у людей ходить на них в атаку. И бить их в окружении флосков. Не трогайте волков. Лес только их планета. Друг друга поедайте в городах. Друг друга предавайте в кабинетах. Но на волков не списывайте страх. Пусть сказки переходят век от века. Пусть снова детки будут их читать. Я волком называю человека. Чтоб человеком волка называть. Это небольшой взгляд на вещи. Как ты не возьмешь пьесу? Ты говоришь им все в глаза. Знаешь, что прибьют тебя. Как вы думаете, когда предложили Николсона? Николсон играл полет над низом. Кукушки. Это высота. Высота. Высота то, что делает он? Высота то, что делает он и про что? Про что картина? Форман. Форман. Да, 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 Форман. У него вот как раз цикл фильмов про людей, которые в протесте с каким-то вот сообществом находятся. Я как-то ощущаю эту профессию, наверное, так же, как и вы сейчас на этом этапе. Что будет, дальше посмотрим. Но это способ моей жизни. В первую очередь я изучаю самого себя. Для меня это, безусловно, очень удобный способ разобраться в этом микрокосмосе, чтобы понять, может быть, частицу этого макрокосмоса. макрокосмоса. Извините за такие высокие слова. Пастернак говорит, что это рабское дело. Рабское? Это раб. Раб того, что ты делаешь. Почему? Потому что надо отдавать себя очень. И никогда не надо думать, что ты кем-то прихлопнул. Я просто не очень понимаю все-таки почему раб. Это же добровольная какая-то. Это прекрасная добровольная. Там есть более сильные вещи. И в добровольном есть то, что я должен это сделать. Увидеть и не высказать в своей профессии – это рабство. И ты не можешь оторваться от него, как бы ты ни думал. По-моему, это так. Любой творец, ну, громко сказано, творец, художник любой, будь то артист или живописец или композитор, не важно писать, он ставит перед собой абсолютные задачи, если только он действительно серьезно относится к своему делу. И она недостижима. Как у Канта, да? Он говорит, чем вы ближе хотите приблизиться к абсолютной истине, тем дальше она от вас уходит. Абсолютная истина непознаваема. И артист, любой творец, художник не может добраться туда. А если он добирается иногда или прикасается к ней – это трагедия. Это трагедия. Это трагедия. Вспомните судьбу Петра Ильича Чайковского. Страшную судьбу, как он кончил свою жизнь, да, заболев, там, умерев тогда. Почему? А потому что в опере «Пиковая дама» или в «Шестой симфонии» он прикасается к тем вещам, до которых нельзя прикасаться. Нельзя. Запрет. Что важнее, быть хорошим человеком или быть хорошим артистом? Нет, хорошим артистом неплохо быть, но и человеком, так напрашивается на букву «Г» слово, неплохим. Тоже надо быть человеком. Почему? Для вас что важнее? Жизнь или профессия? Мне трудно ответить. У меня все смешалось. Понимаю. И жизнь, и профессия. Я не знаю, как тогда действовали эти механизмы, потому что сегодня каждый второй может стать знаменитым, выложив ролик в YouTube. И это может быть даже не самое талантливое и не самое хорошее, что есть. Избранники про них название, потому что их действительно выбирали. Не было такого потока людей, потока информации по YouTube, эгоистичной погоне за хайпом. Люди занимались профессией, честно, конкретно ей. Вот я хочу вас спросить про дело, которое вы выбрали в своей жизни. Несете ли вы ответственность? Ощущаете ли вы ее и перед собой, и перед обществом? Вообще, я ощущаю предназначение с людьми говорить. И это не связано со сценой. Либо я в своей жизни достигну единения того, что я должен делать и того, что я делаю, либо я останусь актером. Филипп. Моя ответственность быть честным перед людьми, которые на меня смотрят. Любая фальшь, любая вот игра как бы с ними, что я какой-то не такой, как они. Я немножко выше, я что-то знаю больше, чем люди в зрительном зале. Мне кажется, это очень отталкивающая позиция. Может быть, раньше это было как-то по-другому. Люди смотрели вот как на божества, которые там ходят. Сейчас чем больше ты на одной ступени с людьми, которые на тебя смотрят, тем сильнее происходит воздействие. Мне кажется, что ответственность перед обществом, профессией вообще во всем, она выходит из ответственности перед собой. Поскольку профессия действительно публичная, и ты делаешь это все равно для того, чтобы на это смотрели люди. Но для того, чтобы хотеть им что-то сказать, надо иметь что сказать. Мы же психологи человеческой души не ради самой психологии, мы же для чего-то ее анализируем, эту душу. Дать людям направление в мысли, чтобы они поняли, как исправить эту душу, если ей этой душе тяжело. Двадцатилетние, тридцатилетние, сорокалетние артисты, да и вообще есть такое сейчас убеждение, что нету героя поколения кумира. Ну вот для меня, например, героем сегодняшнего времени, нашего времени, я, к сожалению, к стыду самую забыл фамилию этого замечательного ученого. Тот математик, который доказал теорему Пуанкаре. Перельман. Перельман, совершенно верно. И физики всего мира, прочтя, что он там на своем компьютере набирал, поняли, что среди них находится гений, которому удалось решить ту задачу, которую поколения физиков и математиков не могли решить. И ему вручили, хотели вручить Нобелевскую премию в каких-то миллионах долларов. Он, живя в однокомнатной или двухкомнатной квартире в Хрущобе в Санкт-Петербурге вместе со своей пристарелой мамой, сказал, да нафиг мне эти миллионы, отставьте меня в покое, дайте мне спокойно работать. Вот это герой. Потому что он всю свою жизнь посвятил науке, а начать и людям, начать человечеству. Был Бодров младший, да, вот. Он же в какой-то момент стал, да, вот, героем поколения. Да, он воплощал в то время. Вот сейчас вот... Несомненно. Видимо, нет такого человека пока. Он воплощал в то время, потому что оно для нас было очевидно. Это были девяностые годы, да? Девяностые. Да, да, да. Начало девяностых. Это было какое-то очень конкретное время. Конкретное время. Да. Ухода старого, с кровью и время прихода чего-то неизвестного в надежде на новое. Вы сейчас видите героев? Встречаете ли вы сейчас героев моего поколения? Ну, есть хорошие ребята. Ваше время кто был героем вашего поколения? Я скажу, но ты не будешь знать этого. Кто? Вообще герой для меня, я же выросл во время войны, и для меня Александр Матросов, который первый закрыл амбразуру, спасая десятки людей, которые за ним ползли, он закрыл своим телом. А если говорить о профессии, Высоцкий был героем поколения? Поколение? Героем поколения. Знаешь, очень трудно, наверное, так вот выбрать. Тогда фильмы были другие абсолютно. Тогда мы во многое верили, и никто нас в этом не разубеждал. Сегодня есть ли сегодня герои? Я думаю, наверное, есть. Вы о них знаете? Ну, я могу сказать, для меня есть, для тебя нет. Нет. Кто, я тебе скажу, кто сейчас в Сирии. Военные. И медики тоже. Ребята, да, да, да. Почему? Да потому что они, как бы, находятся на переднем рубеже. Понимаешь? Передний рубеж. Сейчас трудно... Стоп. Ты не знаешь, что такое война. Не знаю, конечно. Вот, и дай бог не узнать. Правильно, да. А я знаю. И не могу от этого отказаться. Как нас кормили в школах там, в Забайкалье. В Забайкалье это давно было, да. Как мои знакомые говорят, ну, ты рассказываешь. Я говорю, это 400 километров от Читы стояла квантунская армия японская. Там было государство Монжоуго. Этого тоже никто не знает сейчас. Все забыли. И что договор о капитуляции с Японией был подписан. И там празднуют читинцы. Когда? Когда? Девятого мая? Нет. Нет. Второго сентября. Хемингуэй, как вам? Как писатель его произведения? Хороший писатель. По-моему, в Паком звонит колокол или в Пуще оружие? Я не помню. Нет, почему? Пятая колонна очень хорошая. Да, там есть монолог, я думаю, это прямая речь и мысли Хемингуэева. Он сказал, что если тебе отдают приказ твой генерал идти и убивать человека, тебе нужно развернуться и убить этого генерала. Что вы думаете про эти слова? Это, я думаю, никто не ответит на этот вопрос. Все-таки это мышление человека творческого. Наша с вами? Наша с вами, да. То есть вы согласны? Что? Чтобы убить? Не убить его. Я вообще не за убийство, я не за какую кровь. Я это не... Понимаешь, какая вещь? Я тоже человек взрывной. Я вообще спокойно и произвожу впечатление тихого человека. Но и очень взрывной. Я могу и послать, и далеко очень послать. Понимаешь? И поэтому это происходит. И те, кто знает меня, знают об этом. Поэтому убивать не надо. Бороться надо. Бороться против генералов? Ну и что? Ну и что? Бороться надо. Но мы же знаем, что доказывать силы – это слабость. Если тебя начнут все время учить в театре, я в твоем театре, я тебе говорю, да ты зачем это делаешь? Ты надо делать вот так вот. И в конце концов ты меня пошлешь. В конце концов... Пошлешь. Если будете давить и давить, давить и давить, продолжать. Да. Что ты будешь делать? Ну я буду... Если бы вы были моим учителем, или нет? Нет, даже нет. Вот мы с тобой встретились. Я приду, я посмотрю и скажу. Ну зачем ты? И это делаешь. Тут побольше паузы. И потом что-то там вы придумали. Ты будешь защищаться. Правильно? Когда... Я буду терпеть долго. Потом я... Правильно. Вот мы долго терпели, терпели, а потом сказали. Ёлки-палки. Другими словами я имею в виду. В конце концов. И стукнули костом. А что вы думаете про сегодняшних молодых людей? Вот как вы видите сегодняшнее общество? Я плохо знаю молодежь. Но мне то, что я вижу, мне нравится. Там много очень интересных типов, которые, допустим, не стали еще личностями. Но у них... Это их такое количество интересных типов. Это другое поколение. Они уже окружены другими домами. Другими машинами. Другими пылесосами. Другой едой. Хорошего качества. Женщины-это, девушки. Это... Не то, что другие. Это... Замечательные, красивые женщины России. Они еще... Не стесняются надевать такие... Рейтузы. Где видно в них... Необыкновенно красивые ноги. И все остальное. И все... Всегда на столбовой дороге мне преграждали жизнь и путь. Вот эти бешеные ноги. Вот эта бешеная грудь. Пошли последние этапы. Уже недолго ждать конца. А мне навстречу только шляпы. И нет ни одного лица. Такое тоже бывает. А люди сильно поменялись? Ну, вот внутренне... Вот если не про пылесосы и дома, и другие, и еду. А вот по сути своей, внутренней какой-то. Как вам кажется? Люди... Я... Вот ежу я-то выступаю. Потрясающие люди. Народ замечательный. Трогательный. Свободный, чистый в душе. Знающий столько, сколько ты никогда не узнаешь. Они боятся пропустить чего-то очень важное, что в нашей Москве делается. Центр искусства. И знают больше. Интересные думы. Они впереди. По России, да? Эти провинциалы. По России. Замечательные. Отдыхаешь там. А не то, что едешь в бескультурную, неграмотную Россию. Грандиозные люди в этих городах провинциальных. Публика играла бы там всю жизнь. Понимают. Счастье. Да, я понимаю, о чем вы говорите. И там действительно очень много героев. Потрясающе. Очень сильно болеют за свои места. Но их бросили. Их бросили. Живут плохо. Просто надо этих людей поддерживать и как-то находить. Поддерживать. Говорите об этом. Ну, это уже многое. Сопереживание. Это единственное, когда выходишь на сцену, самое главное, человеческое. Мне очень повезло. Я встречался с Солженицыным. И вдруг он сказал фразу, я ее сразу записал, чтобы, не дай бог, не забыть, что каждый день жизни отпечатывать поступком. Что вы думаете по этому поводу? Иду по улице и вижу дворника, например, который убирает дорогу. То есть это, может быть, ему привычно, но для меня встать там в пять утра и выйти на улицу с метелкой и убирать бычки за теми людьми, которые не думают об этом, да, и выкидывают их на улицу. Для меня это уже героический поступок. Мы когда с ребятами были в Крымске, волонтерами, там было наводнение, мы разбирали все эти завалы бабушкам и дедушкам, копались в этих там, в мусоре, в грязи. В жизни, наверное, я так никогда больше не жил. Ну, так не ощущал жизнь, не чувствовал ее. Потому что это все было просто один большой поступок. Ну, да, и дворник, все могут, ну, все они, все герои. И не потому, что поступок, наверное, героический, даже, скорее всего, он убирает улицу, потому что, не потому, что хочет сделать город чище, потому что ему деньги нужны. И в этом его какая-то личная драма, и в этом героизм. У меня когда родилась дочь, я подумал о том, что вот у меня дочь уже родилась, а мир я еще не изменил. Ну, или мир еще не поменялся, предположим. Мне кажется, я не знаю, я ощущаю действительно, я ощущаю ответственность за мое поколение. Герой нашего времени, я понял, что это как-то вылезло из головы, хотя все так очевидно. Люди, которые умеют заниматься тем, чем они занимаются, несмотря ни на какие угрозы, давление, вот эти люди являются, наверное, сегодня героями нашего времени, потому что они не предают себя и не предают тех людей, за которых они несут ответственность, за своих, не знаю, детей, учеников, зрителей. Вы живете в стране или на шаре? Я живу в стране, я люблю ту землю, в которой я далеко-далеко родился, в Забайкалье. 40 лет я там не был. И когда-то я приехал, искал могилу отца, и мне помогали там все найти, и вот меня повезли. Ну, тайга, представь себе, огромные деревья растут, красивые сосны, маленькие. Смотрю, могила одна, загородочка есть, ухоженная могила, а это видно, что не ухоженная, но она все равно хорошая. И так ухоженная, не ухоженная, но нельзя сказать, что это брошенная. Почему? У каждой могилы цветет багульник. Ты не можешь себе представить, что это такое багульник. Это такой розовый цветок, кусты огромные. У каждой могилы обязательно маленькие, но есть. Ухоженные или неухоженные могилы, все равно. То есть у каждой страны есть свой багульник. Совершенно. Вы жалеете о чем-то? Вы бы изменили что-то, возможно, если бы у вас была машина времени, и вы могли вернуться назад? Ну, во-первых, я ни в чем не жалею, что я прошел. Всякое было. Вы считаете себя великим человеком? Нет, конечно. Нет? Но я был бы идиотом. Вы бы хотели быть великим человеком? А зачем? Меня и так знают. Кто знает, хорошо здоровается. А кто стесняется, улыбается. А вы считаете себя счастливым человеком? Я благодарен судьбе, что она у меня сложилась именно так, а не иначе. Я благодарен судьбе, что она меня выприла из Москвы в Ленинград. Я попал в руки замечательного режиссера Товсенова, благодаря которым я стал тем, кем я стал. Может, я плохой или плохой, но я стал самим собой. Я счастлив, что я живу в своей семье, что у меня две прекрасные дочки милые, двое внуков маленьких, добрая, любящая и чувствующая меня жена Галя. Я счастлив в этом. Потом, что осуществилась моя мечта, все-таки я выхожу на сцену, открывается занавес. А вы чувствуете себя нужным или вы чувствуете больше себя потерянным сейчас в новом жизни? Как вам сказать? Любой человек моего возраста, в общем, чувствует себя в какой-то степени человеком уже, так сказать, уходящим. Поэтому я всячески приветствую появление нового. В театре и в искусстве вообще. Даже если оно мне абсолютно чуждо. А вы помните первое самое стихотворение, которое вы написали? Я стал писать в лет семь одно стихотворение, я написал. Потом я стал писать уже, когда мне было за 60. Ну вот так осознанно и после 60, да, стали писать? Осознанно. Чуть-чуть это уже не сознание работает. Я написал неожиданно вот такое. Я помню гуляние, и мы влюблены. Счастливые дети советской страны. Что были мы молоды, нет тут вины. Как будто случайно спустились штаны, лежим на кровати, а на полу измятое платье, трусишки в углу. Как будто смешно и немножечко пошло, но самым живым остается то прошлое. И часто бывает, что все настоящее следа не оставит и будет в рабаче. Все в будущем будет. И так века от века приходит оно, когда нет человека. Каким вы видите будущее нашей страны? Я не вижу, я надеюсь просто. Надеюсь, что будущее нашей страны, оно безграничное, если не произойдет каких-либо страшных явлений. Мы же самая богатая страна в мире. У нас есть все. От белых медведей и моржей на севере, и бриллиантов, и этих алмазов в Якутии. Все в стране есть. И леса, и воды, и уголь, и нефть, и газ. Все. Ни одной стране нет такого богатства. И я надеюсь и верю в результате, что волею общества, народа, все-таки все это пойдет на благо демократического развития нашей страны. Демократия, на мой взгляд, это гаечный ключ, который можно наложить и повернуть в любую сторону. Значит, важно, во-первых, заиметь этот рычаг, и во-вторых, чтобы общество повернуло его в нужную сторону. Без революции, без пожаров, восстаний, гражданских войн и так далее, чтобы напросто. Но чтобы этот ключ был вложен именно в руки общества, всего нашего народа, от мала до велика. И на вас вся надежда. Потому что, если вы избрали себе вот такой путь, от вас очень многое зависит. Это зависит от вас и от всех деятелей культуры, говоря очень выспренним языком. Что вы думаете о смерти? Все чаще вспоминаешь родителей, которых нет. У меня отец умер на руках, и мама. Последний я говорил, что я видел дух. Конечно, это не сон, смерть. Человек расплачивается за все. Люди не меняются. Вот плохо, что грозят убить друг друга. Это, в конце концов, надоест, мне кажется, людям. Они должны поумнеть. Понять на все, что такое убить друг друга. Уничтожить то, что нас с вами, чтобы мы с вами об этом не говорили. И кажется, такой глупость. Все уйдем. Там не встретимся. Там блаженство есть, наверное, покой. Хотелось бы, чтобы там была жизнь. Очень. Чтобы мы прожили вот то, что оно было с нами. Мы его с собой взяли. Чтобы были такие праздники прошлой жизни. Прошлое плохое слово. Мы одинокие. Не знают прошлого потомки. Не знали будущего предки. Душа чужая, как потемки. Своя душа, как птица в клетке. Мы одинокие обломки. Чьи мы... Потомки. Потомки. Чьи мы предки. Мы, как оборванная пленка. Мы, как оборванные ветки. На пьесу нашей жизни похожи. Мир, театр. Занавес, туман. Занавес, туман. Мы, люди, нам всего дороже, нас возвышающий обман. Идем по призрачным дорогам. Играем в прятки до сих пор. Чтоб так играть, какой же с Богом мы заключили договор. Заняв у вечности мгновение, мы доживаем не спеша. И после долгого терпения из нас, как... Как выстрел вырвется душа. Как выстрел вырвется душа. Спасибо тебе. Ты знаешь это стихотворение? Да. У меня есть любимый режиссер Дэвид Линч. Он сказал, что мы все наделены интуицией. Это наша связь между чувствами и интеллектом. И все мы, люди, наделены даром чувствовать какие-то невысказанные вещи. И читать между строк. То есть, не надо пояснять и объяснять какие-то смыслы. Что ты имел в виду, что ты закладывал сюда. Если ты это имел в виду, этого уже будет достаточно, чтобы другой человек это почувствовал или разглядел. Потому что все мы все равно созданы друг для друга. Для того, чтобы опять-таки слышать, видеть и понимать друг друга. Когда я говорю об Олеге Павловиче, я говорю о нем, как о своем отце. Потому что он для меня действительно, как человек, который напутствовал на эту жизнь. Я очень переживаю за эту встречу. Мне хочется, чтобы вы поделились какими-то сокровенными вещами. И знаешь, почему это важно? Потому что это останется навсегда. И это останется важным и будет важным для очень многих людей. И важно, наверное, для тебя. Все думают только о том, как питаться. Что вредно, что полезно, у какого доктора лечиться, на какие воды ездить. Все думают только о том, как жить. А зачем, никто не хочет думать. Что из твоей жизни для чего-то в ней нужен ли кому-нибудь. Но ведь каждый лист, пока он растет, он живет одной жизнью с деревом, с его корнями, его ветвями. Он их чувствует, наверное, необходим им. Значит, доля этого листа есть в последующих годах. Так верно и мы, кто бы ни был. Раз живем, значит, есть смысл какой-то. Я, как это подумал, обрадовался, даже заплакал. А спроси, почему, я ее объяснить не умею. А потом листал как-то учебник старый по ботанике. И вычитал, что деревья так долго не живут, разве что секвой. Так стыдно сделать, что ничего не помню, чем учился. В голове моей как будто архив. Мертвые дела, цифры, эпохи, религии. Ничто ни с чем не связано. Как библиотека из одних разрозненных томов ни одного полного собрания. Ботанику забыла. Спроси, зачем я помню, что Селевкт первый в 306 году до нашей эры победил какого-то Чендрегупта. Из книги моего отца. Я фаталист. Мне вообще не интересно ссориться. Я этого не умею, считаю пустой тратой времени. Любить интереснее, чем брониться. Вообще, надо по возможности, пока еще жив, только этим и заниматься. Любить. Бескорыстно и неревнимо подарить возможность жизни следующему поколению не способна абсолютное большинство моих коллег. Ничто не мучает нас так, как ощущение собственной потенции. За минувшие полвека душа моя не умерла. То, что я любил, по-прежнему люблю. То, что ненавидел, по-прежнему ненавижу. И плачу от того же. И смеюсь по тому же. Хотя с годами смеюсь чаще. Слава Богу, который дал мне способность хоть иногда видеть себя со стороны. В зеркале ванной комнаты, например. Или с трудом завязывающим шнурки ботинок, потому что мешает собственное брюхо, навевающее мысли о бренности существования и о собственном несовершенстве. Ну, не стоит творить философию отчаяния только потому, что выросло брюхо. Есть в жизни мгновения, которые придают огромный смысл. Когда мой сын Павел говорил мне, пап, подними меня вверх, и добавлял. Неожиданно. Я задыхался в эту секунду от полноты чувства жизни. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ